Добрый день, дорогие друзья! У нас очередной день футбола на нашем турнире «Анластико». Сегодня встречаются команда «Люксор» и команда «Киев Юнайтед». «Люксор» в своих традиционных бело-синих цветах, «Киев Юнайтед» в своих голубо-черных цветах. Представлю команду «Люксор». В воротах будет Руслан Остапенко. Защищать его будут Андрей Мироненко, Станислав Плошница, Андрей Талюпа, Арслан Зиадинов, Дима Дмитрий Бурда, Ярик Полторан, Томаш Закревский и Владислав Качев. «Киев Юнайтед». В воротах сегодня Александр Шпакийский, Егор Голоборозько, Виктор Воробьев, Виктор Карпенко, Владислав Калиниченко, Юрий Гавриленко, Вячеслав Зазуля и Евгений Черковский. Желаем командам удачи сегодня, посмотреть очень красивый и, главное, честный футбол. Вот такой вот у нас «Люксоровский» клич. Ну и погнали. Поехали. «Люксор» начинает игру. Плошница на Зиадинова. Зиадинов так резко они начинают вместе с Талюпой. Но все-таки мяч быстро переходит по киевскому. Талюпа на Зиадинова. Зиадинов завел себя сам в угол, но нет. Все-таки там и Черковский, и Зазуля. Мяч у него забрали. Показывает судья, что все-таки должны «Люксор» вводить мяч в игру. Талюпа. Нет. Назад на Плошницу. Плошница. Плошница. Станислав сам удар. И как-то так не ожидал в по-кизке от него удара. И не смог зафиксировать мяч у себя в руках. Плошница. Все-таки ошибается Плошница, и уже «Киев Юнайтед» начинает проводить мяч в игру. Черковский. Черковский удар. И снова Остапенко на месте. Неужели сегодня будет еще раз Остапенко выручать всю свою команду? Получился удар у Карпенко. И Плошница начинает. Так, все команды. Плошница на Талюпу. И Талюпа здесь немножечко не успевает. Зазуля. Задавал передачу на Карпенко. Она, к сожалению, не дошла. И мяч все-таки остается. Киев Юнайтед, потому что выберут за боковую. Сразу быстро разыграли, но... Удар от Калиниченко был не точный, не сакцентированный и в никуда. Плошница начинает так свою команду. Здесь из Единов и Талюпа. Скидывает Арслан на Талюпу. Удар. И шпакиевский на месте. Не спеша команда разыгрывать вот этот угловой. Что Люксор, что... Киев Юнайтед еле-еле подавали этот мяч и ни к чему эта атака не привела абсолютно. И шпакиевский... Нет, это аут для команды Киев Юнайтед. Калиниченко. Дальняя передача была то ли на Карпенко, то ли на Зазулю. Непонятно. Сапенко вновь вперед на Талюпу. Талюпа жестко. Черковский с ним играет. Здесь уже и Калиниченко подключился. Плошница. И шпакиевский скидывает аккуратненько на Калиниченко. Калиниченко. И спеша начинается атака Киев Юнайтед. Рядом Черковский, что придумает Калиниченко. Дает он на Зазулю. Зазуля возвращает. Черковский. Снова с Калиниченко. Снова Зазуля. Троллирует Эликсор. Прессингует активно. И вот Калиниченко начинает атаку. И Черковский в касании. Не точно. Плошница. Талюпа. Возвращает на Ткачика. И Ткачик здесь ей аккуратненько, чтобы эти игрокам. Владислав немного не удержался на ногах и потерял Нечен. Черковский. Сына того же Зазулю. Очень спокойно начинается у нас сегодняшняя игра. Сегодняшний игровой день. Черковский возвращает обратно на Калиниченко. Калиниченко в касании. Хотел на Черковского. Ошибается. Здесь же Талюпа. Но и Калиниченко сам же отрабатывает в защите. И мяч будет введен из аута. Владиславом Ткачиком. Талюпа. Нет, ошибаются. Все-таки игроки команды Люксор и Киев Юнайт начинают такси команды. Зазуля. Нет. Совершенно несанцитированные удары. Неточные и слабые. Талюп. Вперед на площницу. Площница. Что придумает Танислав? Разворачивается. Отдает на Ткачика. Ткачик. Есть. Первый гол ворота команды. Киев Юнайтед. И вот так вот. Показывает своей девушке, которая на трибуне разместилась отрядочком с нами. И Ткачик Владислав оформляет с передачи Площницы. Гол на пятой минуте этого матча. Ну что, Киев Юнайтед нужно реабилитироваться. Остапенко разыграл с Томашем Закревским. Закревский. Снова Ткачик Владислав. И... Ну это не точно было. Я ожидал полтора немного другой передачи. Не дождался. Серховский. Ай, вот так вот. Чуть-чуть не ошибается сейчас Гавриленко. И... Не привозит к мяч себе в ворота. И снова Евгений Черковский начинает так с своей команды. Голобородько. Снова Черковский. Ткачик против него. Черковский. Женя, что придумает? Нет, ошибается Черковский. И... Что? Ткачик. Нет, снова Голобородько. И ошибаются игроки Киев Юнайтед. Это очень дорого. Может обойтись ребятам. Потому что один гол уже Владислав забил в ворота. Ну и он же идет на подачу главого. Прострел? Нет. Гавриленко Юрий не дает пройти этой передаче. Хороший прострел на... Полтора! Хороший удар от Ярика. И там не смог закрепиться. Седьмой номер команды Люксор. Дурда? Нет. Но он имеет право на угловой удар. И здесь на ткачика... Ай-яй-яй. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Владислав не поспевал за этой передаче. И... Говорили. На Черковского. Начинает Евгений свою... Атаку своей команды. Отдавал на Карпенко. Ну что? Карпенко на Голобородько не прошла передача. Назад на Черковского. Черковский в центре. Ну, поборолся с ним. Кстати, Бурда и... Заработал аут. Снова Евгений Черковский. Сам пробрался. Остапенко на месте. Остапенко. И снова нет. Все-таки Черковский. Со второй попытки забивает этот мяч. И тем самым сравнивает счет с Эггами. Вот так вот. Две минуты потребовалось команде Киев Юнайтед для того, чтобы восстановить статус-кво. И... Снова Арслан Зеядинов с Бурдой начинают... Уже строить игру заново. Полтора. Плошница. Возвращает на Ярика. Тут в свою очередь тоже возвращал на Станислава. Плошницу, но... Передача получилась не точная. И Голобородская на Гавриленко. Гавриленко ошибаетесь. Зеядинов! Вот здесь по-киевски Александр на месте. И... Не дал совершиться этому голу. И снова Арслан сразу же на точке. Бурда нет. Снова Арслан Зеядинов на подхвате. На площницу нет. Не получилось. А вот и Воробьев Виктор появился на поле. Гавриленко. И снова Евгений Черковский. Он вездесущ. По всему периметру поля отдавал передачу на Воробьева. Воробьев принять смог, обработать. Нет. Снова Евгений Черковский. Воробьев. Борется против него. Полтора. Ярик. Удар от Бурды. Нет. Это не точно. Шпакевский далеко-далеко вперед на Воробьева. Нет. Это не точная передача. Остапенко в борьбу на Бурду. Лошница попадает. Остапенко сейчас. Ой. В Бурду попадает сейчас мяч. Прошу прощения. И на полтора проходит эта передача. Полтора. Ярик. А вот и второй гол в исполнении команды Люксор. Красиво. Хладнокровный достаточно удар у тебя, Рослава. А площница, между прочим, вторую голевую уже отдает. Заряжен. Рослав максимально быть полезным для своего коллектива. Ну и хотелось бы отметить, конечно, то, что Киев Юнайтед, мне кажется, пару раз отступившись, потеряли вот какую-то удачную такую свою волну. Ну, а, как говорится, когда попутный ветер не дует в вашу сторону, чуть сложнее добиваться результата. И посмотрим. Конечно, как будет второй круг для них складываться. Но сегодня, например, Люксор достаточно принципиальный соперник, чтобы как-то заставить поверить в себя и высокие позиции по решению чемпионата. Киев Юнайтед включил после пропущенного второго мяча. Между прочим, чтобы ты понимал, это принципиальный матч, потому что на последнем месте находится Киев Юнайтед, у них три очка и шесть очков у Люксора, а не на предпоследнем. Соответственно, борьба... Не на жизнь, а на смерть. Наверное, это вы уже приукрасили, Евгений. Ну, в общем, борьба за шесть очков у Киев Юнайтеда и в целом претендентами быть на позицию выше. У них есть возможность. Ну, поскидывать на Зиодиново нет. Я напомню, что у нас личные встречи будут определять победителя. Ну, и на мой взгляд, это Сильвер Лига и Бронз Группа А получились очень-очень непростыми для команды. Очень сильными в этом сезоне. Тарковский играет на Вячеслава за Зулю. За Зуля ищет решение через центр. Проходит он Арслана, Зядинова и Талюку, но Площница не сплошал в этой ситуации и заработал аут для своей команды. Зядинов. Очень спокойная игра, на самом деле. Несмотря на три забитых мяча, размеренно и одна, и другая команда атакуют. Очень с опаской. Талюпа. Ну, при счете 2-1 уже куда приятнее играть Люксору, нежели с несчетным 1-1. Хотя, ты знаешь, мне все равно кажется, что Люксор потихоньку движется к воротам соперника, ищет свои шансы все еще и еще. Им некомфортно просто перемещаться и перепасовываться на своей половине поля. А таким образом можно было бы выманивать соперника. Вот, к примеру, такие попытки выставляет выманивать соперника, но тут же некомфортно Люксор себя чувствует. Бриленко скидывает на Черковского, Евгений на Воробьева нет. Не проходит передача. Зазуля стоит отдельный удар. Зазули сразу. В передаче нет. Остапенко. Да, Мироненко. Воробьев против него, и Воробьев. Длинноногий Воробьев. Возвращает мяч обратно на Остапенко, а здесь... Здесь отличный был брос, которым не воспользовался на самом деле Талюпа. И сборы, кстати. Не хочу подробнее, что сборы и у Киев-Юнайтеда, которые у Люксора, по сути, одинаковые. У Люксора, бацана, одного человека немного больше. Ну, а в целом они по сборам одинаковые. И сегодня хочу подметить еще вот у нас Экватор уже давно прошел, 6 минут до конца первого тайма. Очень неуверенно чувствует себя Александр Шпакевский. Ты думаешь, наоборот, отсутствие его долгой или, так сказать, игровой практики, дает о себе знать или в чем причина? Ну вот не знаю на самом деле, потому что он не может... Уже несколько ударов было прямо в него, и он не смог зафиксировать эти передачи. Эти удары, точнее. И это странно на самом деле. Не смог пройти площадь у Станислава и будет узловой для команды в Киеве-Юнайтед. Зазуля. Скидывает на Кальпенко. Снова Зазуля. Не Зазуля, не Воробьев. Скидывает на Кальпенко. Скидывает на Кальпенко. Вкачек. А вот здесь Шпакевский на месте. Несплоховал. Вкачек. В касание на Талиупу. И есть гол. Третье ворота команды. И в финале. Красиво. Ну, ты знаешь, что вратаря ведь были шансы только что отразить этот мяч. Но как-то не сложилось. Как-то не задалось. Зазуля. 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 Мы разобрались. Рексуар, можно так сказать. В этом моменте. То может, Акревский. Полтора в касании на Ткачика. Но Ткачик... Не первый раз опасно так бежит за мячом Ткачик. И уже второй или третий раз падает. Может, по-видимому, справа от нас сидит его вторая половинка. И первый гол посвятил он именно ей. Прям в камеру, когда забивал свой мяч. Поэтому, наверное, пытается выложиться на все столы. Владислав. Полтора. И ошибается полтора. И Воробьев выпускает мяч за пределы поля. Томаш Закревский. Вперед на Бурду. Бурда. Да. Аярика. Полтора. На Бурдам. Нет. Ошибается Дмитрий. Как хорошо Юрий Гавриленко разобрался. Отлично разобрался. Не отклеивались, на самом деле, защитники Люксора бежали до конца за Юрием. А он знал, что делать. Но только лишь удар не получился. Зреки. Снова это полтора. И обыгрались с Закревским. Томаш. Да, друзья, это фолк. Под опорную ногу как раз слегка поддел Карпенко. Может быть, на стенке было незаметно, но там чисто, конечно. Чисто фолк. Чисто фолк звучит достаточно страшно. Странно. Страшно странно. Томаш Закревский сам отвезется на удар. И едешь по киске на месте. Сразу, быстренько, на Калиниченко. Калиниченко возвращается обратно. Как говорили, Ленка, тот пытался на того же Калиниченко забросить, но нет. А здесь Воробьев уже перехватывает. Воробьев! Нет. Томаш Закревский вовремя успевает подставить ногу. Ты знаешь, чуть задержался с ударом, мне кажется, Виктор. Мне кажется, он был на перекате просто ударом. На перекате вообще хорошо, но Виктор часто играет, скажем, не на перекате, а закрывая корпусом и бьет из-под игрока. Он будто дожидался от этого врага, а в конце время потерял. Калиниченко обратно на Александра Шпакистова. Тут свою очередь вперед. На Воробьев этот мяч принять не сумел. Остапенко на Закревского. Закревский, Бурта, Дмитрий. Анатолийск. Закревский, Томаш. Создал высокий прессинг от Карпенко. Он как почувствовал, что можно отобрать мяч Закревского. Качек, Владислав. Очень жестко начали играть в кейф-венайтере. Буквально последние пару минут, не знаю, какую-то установку получили. Вышли, что игроки на замену, непонятно. Калиниченко на Воробьева. Но это начало работать в плане борьбы за мяч. Борьбы за контроль мяча. Иди, иди. Полтора. Азия Динова. Плошницу. Плошница. Полтора. Ошибается. Полтора сейчас. Орленко скидывает на Карпенко. От касания на Калиниченко. Но полтора. Не жалеешь. Не жалеешь себя, да. Стелится в подкате и выбивает мяч на угловой. А вот так вот незаметно подкрался у нас первый тайм. К завершению. И отдыхаем. КОНЕЦ. 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 Продолжение следует... 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 Воробьев там. Корректирует движение мяча. Бурда. Корковский против него. Бурда. Хорошо, но фол был, друзья. По всей видимости, катя хочет пробивать. Далеко, далеко до удара, до голевого удара. По мне, больше 10 метров, где-то, наверное, метров 13. Ну, или 12, потому что у нас точка как раз где-то в расстоянии метра. Еще и по диагонали, я думаю, лишний метр насобирал. Не помешало пробить достаточно мучительно. Ну, почти рядышком прошли, знаешь, с крестовиной. Черковский на Калинченко. Тут, в свою очередь, обратно на Евгения. Но здесь бурда не дает пройти этой передаче. И зарабатывает ГИФ Юнайтед АУ на половине поля соперника. И так вот у нас экватор второго тайма подошел. И желтую карточку получает. За Зюрин? Или Ткачин? Да. Руслан! Руслан! Ну, сейчас уточним нашего арбитра. Кому желтое? В зеленых шортах, парень, да? А, за то, что не отходил. Все верно, Ткачин получает золотую карточку. Руслан! В зеленых шортах, да? Я понял. Ты ж нас корректируй, если что. Черковский. Томаш. Горится. С такой самоотдачей сложно тебе нафиду показывать свой футбол. Они как-то немножко теряют запал, когда видят, что команда была открыта. Складывается на каждый мяч. Ну, я бы так сказал, с глазами голодными. Как будто месяц не играли в футбол, а лишь только бегали и тренировались. Это футбол, после Соли Доробьев, быстрый Зиоддинов, выиграл борьбу, ну и Черковский на помощь выходит, на выручку своей команде, слишком мелкие передачи, стоя на ногах, на ровных ногах, Киев Юнайтед сейчас пробует атаковать, и в этом основная проблема, нет движений, мало движений, на самом деле праздники немножко выбили. Какую-то атакуя форму оптимальную. Мироненько на Зиоддинова Арслана. Догонали вас, перехват есть, Юрия, он сегодня самый активный. Красиво Арслан разбирается сейчас Гореленко. Томаш Заклиевский уходит от Черковского, Заклиевский Томаш, Дарслан Осетинова. Красиво. Придерживал Черковский, набросился, сделал ставку на какой-то резкий футбол, он результат не принес. Точный удар от Арслана Зиоддинова с передачи Томаша позволяет улучшить результат на табло. 4-1 таким образом, и шансы на камбэк, конечно же, вянут в этот момент, мне кажется. Хороший розыгрыш. Аут для Киди Найтеда. Мироненько хорошо выигрывает борьбу, отдаёт на лево передачи Юрий Гавриленко под удар себе. И забивает грамотно, грамотно Юрий Гавриленко забивает сейчас. Не сильный удар всегда опасен, а неудобный, который не успевает разглядеть Остапенко в этом моменте. Ну, а Зазурий Вячеслав отдал голевую передачу. На 34-й минуте мы реализовали свой второй мяч. 4-2, они не хотят говорить, хватит себе. И борьба за результат, как мы видим, продолжится до последних минут. Каждый нечётный тур мы будем брать интервью у представителей команд. Ну, и просто будет интересно пообщаться с Капитаном. Ну, или, как любит говорить Костя, спри, шута шея, команда. Они тоже есть. Талюпа. Заигрался там Талюпа. Не смог опускать и справиться с этим мячом. Шпакивский лиц на Берленко. Берленко ошибается сейчас. Полтора. Полтора все-таки оставляет свою команду с мячом. Марслана Зядинова. Зядинова возвращается Яриком. Ну, может ошибиться. Сейчас полтора. Да, в окружении трёх игроков теряет мяч. И переходит всё к Киеву-Юнайтеду. Берленко начинает атаку своей команды. Черковского нет. Не достаю Черковске эту передачу. И всё переходит обратно к Люксору. Здесь вообще это Стапенко. Оно ему, в принципе, и не нужно. Это понятно. Его команда лидирует. Четыре минуты до конца. Неправильный вот-аута. Герленко. Черковского. Черковский. Нет, не смог он пройти защиту. Команда Люксор. Бурда. Сам тащит этот мяч. Бурда. Не отдал на площницу. Возвращает обратно на полтора. Ярик. Что придумает? На Талюку. Талюпа. Активный прессинг сейчас включил Киев-Юнайтед. Не подпускает к воротам своих соперников. И вот так вот. Бурда не смог принять этот мяч. И переходит всё опять. Киев-Юнайтед. Черковский. Далеко вперёд на Калинченко. Но там Остапенко. Жёсткий стык. Ну что, получает Калинченко сейчас жёлтую карточку за опасную игру. Во вратарям. Ну, главное, что всё в порядке с игроками. И они продолжат игру. Полтора. Налево на площницу. Площица возвращает. Ярик. Ярик. Ярик вперёд. Не проходит передача на Бурду. И всё. Начинается атака Киев-Юнайтед. Кирковский. Нет. Не попадает. Он чётко по мячу. Остапенко. Далеко вперёд. Ой-ой-ой. А вот так вот. А вот так вот. Нет. Не было гола. От ворот до ворот мечтается. И не дотронулся игрок. Команда Люксор. Поэтому судья не зафиксировал этот мяч в ворота. Карпенко. Нет. Остапенко. На полтора. Ярик, в свою очередь, на Станистала. Площица. Площица. Качка Владислава. Качек. Вперёд. На Бурду не проходит передача. Но здесь уже Карпенко. Виктор. Удар. Нет. Не проходит. Он блокирует удар Станистала. Площица. И угловой со стороны Киев Юнайтед. Калиниченко. Пробрасывал там на Карпенко. Так, стереться. Типа Ширковский. Здесь Остапенко. Ну, не ожидал он этот удар. Но мяч в колено угодил. Прямо отсюда было видно. Калиниченко на Укты. И спасает Остапенко после удара с Голобородька. Вот так вратари решили поиграть между собой. И Остапенко решает. Все-таки разум не будет отдавать поближе своим партнёрам по команде. Но Блощица все равно выбивает. И мяч оказывается у Черковского. Тут, в свою очередь, на Виктора Карпенко. Карпенко. Там у него будет качек. Но мяч остается у команды Люксов. Тем самым минута 20 у нас до конца. Остапенко далеко-далеко вперед. На Томаша Закревского. Закревский. Нет, там все-таки Голобородька не дает Томашу принять нормально этот мяч. Закревский. Томаш, касание на бруду. Нет. Черковский там Евгений отыграл до конца. Здесь ошибка от Калиниченко. Бурда вместе с Закревским. Бурда, удар. Закревский. Ой-ой-ой, на Площницу. Ой, красиво. А Площница что случилось? Станислав либо ногу не подобрал, либо действительно сбился он ему к поцелу. И Черковский начинает так в своей команде. И здесь нет, нет точно совершенно. Снова Евгений Черковский. Закревский против него. Бурда против него. Здесь Карпенко, Виктор. Виктор Карпенко. И здесь Остапенко. Остапенко на высоте. Сегодня и вчера показывает достойную игру Русклан. Ну что, Калиниченко. Вес на Стапенко. Вот так вот. Вес был на Голобородько, но Стапенко он на месте, он никуда не делся. Три секунды у нас до конца. Черковский на Калиниченко. И все. Заканчивается у нас первый матч сегодняшнего дня. Команда Люксор побеждает со счетом 4-2 команду Киев Юнайт.